В Запорожье начали считать, во сколько обойдется городу очередная реформа системы образования. Чтобы решить хотя бы часть вопросов при переходе на 11-летку, местной власти придется найти в бюджете около 7 миллионов гривен. Столько денег необходимо для того, чтобы обеспечить всем детям пятилетнего возраста обязательное дошкольное образование. Сегодня в Запорожье около 800 таких детей не посещают детские сады. Согласно закону, принятому Верховной Радой, уже в этом году они должны обязательно пройти курс дошкольного образования. Верховная Рада приняла закон на переходе на 11-летнюю систему образования. Как выполнить закон, сегодня начинают думать на местах. Одна из главных проблем – дополнительные места для детей пятилеток, которые должны получить обязательное дошкольное образование. Судить нам сегодня очень сложно, хорошо это или плохо. Есть разные мнения, но я знаю одно. Вот когда наступает реформа, под любую реформу нужно выделять деньги. И должно быть сказано, вот такая будет проведена реформа, под реформу выделяется такое количество денег, потребности, как и есть, что нужно было сделать и так дальше. Но мы уже воспринимаем это так, как у нас делается обычно. Поэтому нам нужно сегодня заблаговременно подумать, как же мы будем выполнять этот закон. Сегодня в Запорожье около восьми сотен пятилеток не ходят в детские сады. Самый реальный способ обеспечить этим детям обязательное дошкольное образование – открыть группы краткосрочного пребывания при школах, считают запорожские специалисты. Основный шлях решения этой проблемы по этим районам – это открытие групп короткосрочного пребывания детей с четырехгодинным термином пребывания в этих группах на базе общественных учебных закладов. И режим работы этих детей, естественно, возможный, без харчевания. В Запорожье таких групп необходимо открыть в 67. Помещения в школах для них найти можно. А вот на оборудование и зарплату воспитателям придется искать деньги. Единоразово городу придется выложить около семи миллионов гривен на эти цели. А затем ежемесячно платить около 300 тысяч заработной платы сотрудникам. И это проблема не только этого года, говорят работники образования. В ближайшие годы детей, которых надо обеспечить местами в садах, станет еще больше. Если у меня, допустим, сейчас 195 детей, в следующем году будут 255, а в 12-13 будет уже 412. Это по динамике рождения детей, которые будут подниматься к этому возрасту. То есть нехватка мест будет в 12-м году составлять где-то 400 человек. Искать деньги в бюджете на решение проблем запорожских пятилеток начнут уже сегодня, говорит мэр. А работники образования надеются, что с подписанием закона ситуация прояснится. Возможно, норма об обязательном обучении в детском саду будет уточняться. Это же не догма, что все должны быть в детском саду. И в законе про свиту правильно написано. Там не написано, что только дошкольными должны быть охвачены, а всеми формами обучения. И в любом случае придется активизировать вопрос о возврате в коммунальную собственность детских садов, говорят специалисты. Только вот ремонт сада в случае его возврата будет обходиться в круглые суммы от полутора миллионов гривен и выше.